Сегодня у нас 631 выпуск Открытой Политики и обзор событий, произошедших в регионе за минувшую неделю. Конечно же, главным событием недели стал визит в Уфу Владимира Путина на форум «Россия – спортивная держава». Задолго до начала этого мероприятия форум позиционировался как некая витрина достижений Радия Хабирова на посту главы Республики Башкортостан. Планировалось показать всем, как он успешен, каких грандиозных успехов в развитии спорта в том числе он достигает. Однако в последние недели форум этот явно переформатировался в сознании самого Хабирова и его команды и превратился в некую палочку-выручалочку, некое спасительное действие для окончательно рухнувшего имиджа главы региона. Правительство не утверждено. Ключевой вице-премьер Морзаев под арестом и увезен в Москву в элитах разброт и шатания. В общем, ради Хабирову срочно потребовался очередной волшебный, как говорится, одобрительный жест Владимира Путина, то самое магическое похлопывание по плечу, которое могло бы в представлении Хабирова все исправить. Но, собственно, не задалось. Кстати говоря, это самое, но не будем забегать вперед и все рассмотрим по порядку. Как же оно было у нас вот буквально 17 октября. В преддверии визита лидера нации в Уфу Хабиров, судя по всему, ушел на карантин. И по этой причине в минувший понедельник оперативное совещание в правительстве не состоялось. Но, собственно, видимо, по причине фиксации бактериологического статуса Хабирова он не присутствовал и на начальных мероприятиях самого форума. То есть, когда форум открывали, когда без музыки пели гимн в этом дворце борьбы, Хабирова там не было. Хабиров появляется на сцене только с прилетом Владимира Путина. Сам визит Путина в Уфу традиционно напоминал какой-то скверный боевик, в котором спецагенты не знают друг друга в лицо, либо это был какой-то фарс в стиле Вуди Алина. Вот по-другому это назвать нельзя. Хронология визита, которая выдавалась государственными СМИ, состояла в основном из противоречий, а обстоятельства этого визита запутаны и не всегда понятны. Весь день поступали сообщения о бесконечном прилете нескольких правительственных бортов в Уфу. Но было неясно, на каком из них прилетел Путин. Собственно, еще там есть самолет, на котором привозят его автомобиль Аурус отдельно, со всей обслугой и прочими всякими техническими прибамбасами. Потом показали кадры, на которых Путин сходит с самолета в аэропорту Уфа. Но чуть позже выяснилось, что кадры эти чуть ли не годичной давности, и вообще там не все совпадало. У Уфе уже было темно, а на кадрах светло. У Путина было сильно больше волос, чем теперь у него есть на голове. И вообще там снег лежал на дальнем плане. В общем, не то. Потом Первый канал показал Путина в центре фехтования. Но по версии, опять же, башкирских СМИ, как раз в это время Путин подлетал к Уфе. И с фехтовальщиками никак не мог встретиться. В общем, путаница была капитальная. После прилета Путина его кортеж, в свою очередь, многократно видели в различных местах Уфы. Причем в одно и то же самое время. Ну, что это, если не фарс или какая-то глубокая конспирация? Что, собственно, Путин делал в Уфе и вообще зачем ему это нужно было? Ну, давайте по порядку. Во-первых, Путин действительно нуждается в постоянном подтверждении того, что в стране все в порядке, все нормально, все по плану. И занятие развития спорта, собственно, как нельзя лучше это все подтверждает. Вот, смотрите, народ занимается спортом. 57% россиян уже вовлечены в регулярное оздоровление тела и духа. Все идет по плану, все в порядке. Кроме всего прочего, как я говорил, Путин до этого лично посетил 11 форумов «Россия – спортивная держава», и с чего бы ему было не посещать 12-й. Так что было нужно. Ну, на форуме Путин отметил в своих речах свой неоценимый вклад в развитие спорта в России и в Башкортостане в том числе. Также Путин высказал свое абсолютное неприятие политизации спорта. И, дескать, нужно прекратить политизировать спорт и так далее, и так далее. Это, собственно, речь шла, видимо, о недопуске российских спортсменов никуда на международные соревнования. Сейчас российские спортсмены в лучшем случае соревнуются со спортсменами из Ирана, Северной Кореи, ну и еще какой-нибудь Эритреи. А то, что касается взаимодействия Путина с Хабировым на полях этого форума, которого так ждали некоторые его соратники, я имею в виду Хабирова, да и сам Хабиров, и все эти Шамили и Камили, значит, сжимали кулачки и держали пальчики крестиками. Так вот, этого, собственно, не особенно случилось. Хабиров все время был как бы в сторонке. Вот, когда показывали Путина, когда Путин там куда-то перемещался, приезжал, с кем-то разговаривал, Хабиров все время стоял на отдалении. И складывалось ощущение, что именно так ему и указали делать. На личной встрече Хабирова Путина и Путина глава Башкортостана заикался, мемлил, выглядел как-то неуверенно. Дошло даже до того, что Путин дал ему личное указание увеличить количество сотрудников скорой помощи. Вот настолько Путин, видимо, погружен в проблематику Башкортостана, что до таких мелочей дело дошло. Хабиров всыпал с цифрами на этой встрече. Половина этих цифр была на самом деле неправдой. Но, видимо, Путин или не знал, или решил не обращать на это внимания. Примечательно, что попадая в кадр вместе с Путиным на публичных мероприятиях, Хабиров почему-то приседал, семенил как-то и передвигался на полусогнутых ногах. Будто бы желая стать пониже и незаметнее вообще. То есть вот это выглядело, конечно, очень жалко, и это очень четко отметили многие наблюдатели. А еще на форуме, а вернее в его кулуарах, Хабиров пообщался с неким шейхом-шахматистом, состоящим в родстве с Саудовской правящей династией. Путин и шейх, собственно, обсуждали переход России из Европейской ассоциации шахмат в Азиатскую ассоциацию шахмат. Ну, собственно, чего еще можно было ожидать. При этом примечательно, что Хабирова на эту встречу не позвали. Даже на правах хозяина. На правах хозяина, ну, как бы, Исламской республики, в которую приехал вот такой вот красивый шейх и так далее. Хабирова не пустили, не взяли на эту встречу. При этом Путин зачем-то наградил шейха еще и Орденом Дружбы. Ну, видимо, закрепив вот это соглашение о переходе российских шахматистов в Азиатскую ассоциацию шахмат, выдал вот этот орденок. Теперь давайте разберемся, собственно, как приезд Путина отразился на жителях Уфы. Ну, для Хабирова визит имел почти нулевой результат. Путин упомянул, собственно, самого Хабирова только один раз. И вообще в саркастическом ключе. А вот народ Башкортостана Владимир Владимирович неустанно хвалил, подчеркивая единство, сплоченность и прочее, прочее, прочее. Но для жителей Уфы визит любимого лидера стал непростым испытанием. Город, по сути, был блокирован с обеда и до глубокой ночи 17 октября. Перекрытие Затонского моста, в том числе и для пешеходов, вызвало инцидент с задержанием женщины, которая попыталась прорваться на другую сторону реки Белой. Ну, там, как она говорила, у нее там дети и семья. Но полиция самым жестким образом пресекла эту попытку перемещения гражданки на ту сторону реки, потому что дорога была полностью блокирована. Путин, видимо, в это время находился в том самом центре фехтования. Ну, зачем он ее бьет-то? Ну, домой хочет женщина, ребенка все равно. Какой он ее бьет-то? Пусть задержит, пусть наручники оденет. Короче, она хотела перебежать туда. Мы не знаем, будет ли наказан или награжден полицейский, который мужественно ликвидировал угрозу лидеру нации, но выглядело, конечно, это очень неприлично на самом деле. Вот настолько перегибать палку, настолько вот кидаться на людей и исполнять вот эти странные правила, это действительно выглядело очень странно. Кроме всего прочего, десятки тысяч людей в этот день потратили лишние 2-3 часа на дорогу домой с работы, например. Пробки на Комсомольской, на направлении перемещения в сторону Зеленой Рощи и так далее, и так далее. Это было что-то адское. Это не 10 баллов, это было 10+. Сотни карет скорой помощи, естественно, не доехали вовремя к больным. Были сорваны планы и мероприятия у тысяч горожан. Ну, разве это важнее безопасности и комфорта любимого лидера нации? Собственно, наш опрос в телеграм-канале говорит о том, что мнения по этому поводу разделились примерно поровну на три части. Одна треть, только всего лишь одна треть голосовавших в этом опросе заявила о том, что они рады приезду Путина и вполне себе готовы потерпеть пробки. Вторая треть считает, что лучше бы Путин приехал, в кавычках, в Уфу по видеосвязи. Этого было бы достаточно. Ну и еще примерно треть голосовавших в нашем опросе заявили, что они безразлично к этому событию, собственно, ничего не заметили, ничего для них не изменилось. Ну, так что, вот так вот получается. На самом деле, достаточно удивительная вещь, потому что, ну, учитывая официальную версию об одобрении и любви россиян к Владимиру Путину, 30% радушных жителей Уфы, это как-то маловато будет для Владимира Путина. Стоит отметить еще одну странность. На время проведения вот этого форума, 17, 18, 19 октября, отменили занятия в уфимских школах. То есть, детей перевели на дистант, а по сути, ну, как бы, занятия так толком и не состоялись. Зачем это было сделано? Вот это абсолютно для меня загадка, если, конечно, не принимать во внимание версию о том, что детей спасали от Путина, а Путин, как известно, очень любит их целовать в животике. Ну и завершая обсуждение вот этого феерического события под названием «Приезд Путина на несколько часов в Уфу», я бы, пожалуй, процитировал хоку великого японца Мацуо Басё. Звучит она примерно так на русском языке. Ураган пролетел. Тихо на смену ему сборщик налогов в деревню спустился. Помогать нашему каналу, помогать материально, можно, нужно и безопасно. На экране вы видите нашу сберкарту. И мы заранее благодарны вам за каждую копейку пожертвований в наш адрес. Ваши пожертвования лишний раз подтверждают нам нашу правоту и нашу нужность вам. У нас с вами неразрывная связь. Мы существуем только потому, что вы этого хотите. Поговорим немного о том, во что конкретно Башкирии обошлись эти три дня форума «Россия. Спортивная держава». Не берем в расчет строительство вот этих дворцов борьбы. И пускай, как говорится, следствие разбирается в том, как и куда были потрачены эти безумные миллиарды. Поговорим именно о том, во сколько обошлось само мероприятие. Прямых затрат, по крайней мере официально известных, 251 миллион рублей. 18 миллионов из которых потратил лично ради Хабиров на свой собственный банкет. Хорошо, как говорится, гульнул. 18 миллионов рублей. Еще 29 миллионов рублей ушли на питание остальных участников форума. В среднем это получается примерно 6 тысяч рублей на каждого человека. Еще 65 миллионов потратила республика на перемещение гостей туда-сюда. То есть в среднем транспорт по Уфе на каждого гостя обошлось примерно 13 тысяч рублей. И это без учета перелетов. 20 миллионов рублей заплатили за стенд Министерства спорта Республики Башкортостан, видимо, в рамках вот этого выставочного пространства в Дворце борьбы. А куда делись еще 119 миллионов рублей вовсе неизвестно. Но на круг получается, как ни крути, минимум четверть миллиарда рублей. Ну прибавьтесь сюда тонны впустую сожженного топлива в пробках. Ущерб от ожиданий нереализованных планов и прочих, значит, обломов сотен тысяч людей, живших в Уфе в этот момент. Ну в общем-то вот вырисовывается довольно-таки скверная картинка. Но уже скоро, в декабре, в Башкортостане грянет новое торжество. Ялтинский форум. Да-да, теперь Ялта у нас в Уфе. Кремчане в лице своего губернатора Аксенова любезно подарили нам этот чемодан без ручки. Видимо, в самом Крыму форумы стало проводить как-то теперь не с руки. То ли слишком шумно, то ли слишком дымно, я не знаю точно. Аксенов не уточнял. Просто взял да и подарил нам этот ялтинский форум. Ну, так что нам придется опять потратиться, причем потратиться крупно. И еще пару сотен миллионов рублей придется выбросить на ветер. Ну, нам же они совсем не нужны, согласитесь, да? Нам не нужно строить дороги, нам не нужно ремонтировать школы, больницы, закупать медицинское оборудование. Все это нам не нужно. Нам нужно веселье и ялтинский форум. Несмотря на все сложности и трудности текущего момента, мы продолжаем развивать каналы открытой политики на всех доступных площадках. И совокупно уже набираем под 100 тысяч подписчиков. При этом мы очень рассчитываем и на вашу помощь. Ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь, комментируйте, делитесь нашими видео в своих социальных сетях. Этим вы очень поможете нам и поможете продвигать, увеличивать аудиторию нашего канала, поможете другим людям увидеть наше видео. Впрочем, кроме яркого, но краткого визита стареющего лидера в Уфу, в Башкирии происходили еще кое-какие события на минувшей неделе. Потому давайте не будем зацикливаться на Путине и поговорим об этих событиях. Например, достоянием общественности стало, наконец-то, заключение Башкульт-наследия по поводу технического состояния памятника Салавату Юлаеву на телецентре. Ну, если кратко, все прогнило до самого основания, включая само основание. Сгнила конструкция, рама и даже постамент, на котором едва удерживается самая крупная в Европе конная скульптура, стоящая на трех точках опоры. Башкульт-наследие считает необходимым полный демонтаж монумента, перемещение его останков в ангар и работой по его восстановлению уже в закрытом помещении. Кроме всего прочего, предусматривается и восстановление постамента, на котором стоит сейчас памятник. Согласитесь, звучит весьма концептуально. Ведь теми же самыми словами можно было охарактеризовать саму систему управления Башкортостана. Все прогнило и пора менять. Но это как в старом еще советском анекдоте. Сантехника Семенова отправили в колонию после фразы «Все прогнило, пора менять всю систему». Хотя Семенов имел в виду, конечно же, канализацию. Как обычно, я попробую помочь нашим властям в преодолении неловкости. Ведь пустой постамент Салавата и Юлаева – очень уж нехороший символ для Башкортостана. Понимая, что если уж экспертиза монумента продолжалась целых три года, то, что его реконструкция займет, ну, никак не меньше десяти лет, предлагаю на время заполнить, как говорится, свято место. Например, вполне можно заказать Салавату Щербакову скульптурную композицию с условным названием «Памятник автомобильному багажнику». Он будет символизировать славную веху карьеры Радия Хабирова в прошлом и напоминать ему о перспективах будущего. Или, например, можно поставить изваяние белорусского зубра, который оседлал все тот же Радия Хабирова. В конце концов, на пустующее возвышение можно смонтировать пиксельную елку миллионов эдак за 300 рублей. То есть варианты все-таки есть. Надо делать. Деньги, как говорится, сами себя не освоят. В давнишнем деле золотого запаса внезапно произошли первые аресты. На минувшей неделе были задержаны сотрудники Роскомснаббанка Жанна Глобенко и Руслан Шейхудинов. Их подозревают в хищении миллиардов вкладчиков золотого запаса и каких-то там сумм денег самого банка, лицензия у которого, кстати говоря, давным-давно отозвана. История вот этой финансовой пирамиды золотой запас так стара, что уже не припоминаются некоторые детали, фамилии. Но лично у меня фамилии задержанных категорически не связываются в сознании с основными выгодоприобретателями этого золотого запаса. Вообще в истории золотого запаса до недавнего времени преобладали две концепции. Первое. Активов золотого запаса достаточны для возврата средств вкладчиков. Нужно только с ними грамотно поработать. В основном речь шла о переоформлении и продаже земельных участков. Вторая концепция была более такая кровожадная. Всех менеджеров и интересантов золотого запаса надо пересажать и выдавить из них похищенное. Судя по всему и судя по арестам, которые случились, в результате всего возобладала вторая концепция. Но повторюсь, по-моему взяли какую-то мелкую сошку. А главная сошка, главные интересанты, сейчас замаливают грехи где-то там на Аравийском полуострове. Я, конечно, могу ошибаться, следствию виднее. Ну, так или иначе, будем с интересом наблюдать за процессом и узнаем, удастся ли вкладчикам в результате вот этих всех решительных действий вернуть хоть что-нибудь из того, что они вложили в этот самый золотой запас. Не так давно стало известно, что информационное издание «Аспекты» утратило свою базу. Помещение в гостинице «Уралтау», которое тоже в свое время имело отношение к банкиру Галямову, который тоже имело отношение к золотому запасу. Вот так вот все непросто в нашей башкирской тусовочке, но вернемся к аспектам. То, что аспекты выселили из студии в этой гостинице, принято считать наездом на свободу слова. Ну, собственно, я вполне допускаю здесь еще и некие финансовые проблемы. Точно утверждать не берусь, потому что никакой внятной информации на эту тему нет. Особенно, впрочем, для меня отвратительно на этом фоне смотрится истерика анонимных телеграм-каналов в Башкирии, которые не приминули опрокинуть ушат помоев на издание «Аспекты» в самый трудный момент. И, конечно же, я ни словом не могу упрекнуть Разифа Абдульвина, покинувшего пост директора «Аспектов» в этот самый момент. Ну, принимая во внимание непростые жизненные обстоятельства Разифа, упрекать его в трусости, ни я, ни вы не имеем никакого права. В любом случае, выражая надежду на то, что аспекты найдут себе новое помещение, воспрянут, как говорится, из пепла, найдут себе нового директора и продолжат свою работу. Редактор субтитров А.Семкин